Добрый вечер, Гомель. Каждый из нас вспоминает о своем дорогом месте на земле, где вырос и учился о своей семье в родительском доме. Это все то, что мы называем Малой Родиной, за которую все мы в ответе. Дорогие друзья, наши сегодняшние гости с удовольствием приняли приглашение поучаствовать в передаче «Поговорить о родном крае и своих земляках». Чем они сегодня живут, что для них сегодня важно, что радует и что привлекает их на Малой Родине. Присоединяйтесь к нашему общению Viber. Его номер вы видите на экранах. Ну и, конечно же, нам можно звонить. Прямой эфир именно для этого. 342243 номер нашего телефона. Позвоните в студию, расскажите, а где ваша Малая Родина? Ну что ж, я готова познакомить вас с гостями сегодняшней передачи. Итак, Елена Ивахненко, хореограф, благодаря которому искусством белорусского бытового танца владеет и Старый Млад, и не только в деревне Передилка, но и во всем Лоевском районе. Мастер по изготовлению куклы-мотанки и плетению поясов на вертышках. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Елена Келочицкая, преподаватель изобразительного искусства Лоевского государственного педагогического колледжа, автор серии работ, объединенных темой «Малая Родина». Елена, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие телезрители. Петр Петрович Плющай, гармонист автоклуба. При Лоевском районном доме культуры увлекается фольклором и аутентикой. Знает много народных и популярных песен. Все правильно, Петр Петрович? Так точно. Добрый вечер. Здравствуйте. И, наконец, Марина Шубинок, молодой специалист, медсестра Лоевской центральной районной больницы. Мариночка, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, где ваша «Малая Родина»? Моя «Малая Родина» — это деревня Крупейки. Это совсем недалеко от нашего городского поселка, всего лишь 5 километров. И стало быть, это Лоевский район. И, конечно же, это Лоевский район. Это небольшая деревня, но очень живописная. Находится она также на берегу Днепра. Также знаково и памятно в годы Великой Отечественной войны. Здесь находится очень знаковое место, где явился лик Параскевы, хранительницы нашего Лоевского района, куда ходят жители. Там сечет очень живописный ручей, родник с святой водой. Поэтому место очень красивое. И, конечно же, я тоже люблю свою деревню. Там мои родственники, близкие. Часто туда ходите, ездите, да, совсем рядом. Но живете уже... С четырех лет я живу в городе Лоев, поэтому это тоже моя малая родина. И здесь уже находится... Я всегда живу, и мои родители живут. Поэтому, конечно же, это родина моя. Вы с таким теплом и с такой любовью рассказываете. Я думаю, заразили всех зрителей, уже захотели приехать в Лоевский район, посетить Крупейки, посетить Лоев. Лена Леонидовна, а вы из Лоевского района родом? Ну вот поговорка, где родился там и пригодился, это точно не про меня. Потому что я родилась в Казахстане. Жила там очень долго. Но деревню Передилка я могу считать своей родиной малой. Вернее, не могу считать, я ее так и считаю. Потому что здесь жила моя любимая бабушка, у которой мы проводили все каникулы. У нас вся школьная жизнь с сестрой моей. Мы только ждали, когда будет каникул. Не потому что каникулы. Мы хорошо учились. Поедем к бабушке, поедем в Беларусь. Это Передилка, это все. Это природа, это несравнимо. Просто, может быть, я вот один из тех, кто хорошо это понимаю, сравнивая с другой. Потому что река, поле, луг, лес, все у нас есть. Краски. У нас все есть. А сколько лет вы уже в Лоевском районе? Сколько лет вы в деревне Передилка? Мы переехали в 91-м году. Как стали делиться на республике отдельно, мы так и приехали сразу. Ну 28 лет я так вот посчитала. 28, да, все правильно. 28 лет. Вот мы приехали, поэтому Передилка, это моя малая родина. Сутковская школа, это моя школа. Я успела там в 10-м классе поучиться. Вот. Эту школу заканчивала моя мама. Ее я заканчивала. Мои дети заканчивали ее. Моя невестка. Вторая, кстати, училась в школе Козлова. Это в Лоеве, в самом Лоеве. Да, да. И мой внук учится тоже в этой школе. Поэтому у нас тут все родное, близкое, и природа здесь замечательная. Спасибо, Петр Петрович. Ну а вы откуда? Я с Амбрагинского района. Маложинское сельское советы, деревня Бересневка. Прожил я там до 68-го года. Потом ушел на флот служить, и в 71-м году пришел с армии, и остался в Лоеве. Там женився. И сейчас вот полюбив это место, просто от чистого сердца. Ну, дело в том, что и Брагинский район прекрасный. Я-то думала, что ваш переезд связан с событиями чернобыльскими. Оказывается, вы гораздо раньше переехали, да? Я раньше переехал. Женились здесь, любовь свою нашли. Да, так точно, нашел свою любовь. Когда Чернобыльская, я еще до Чернобыльской работал на флоте, на пристани, был диспетчером. И когда развалился в Советский Союз, пришлось мне работать в культуре. Ну, до этого я уже работал аккомпаниатором в народном ансамбле «Живица». Прекрасно. 30 лет я отработал. Я теперь понимаю, почему вы из Брагинского района переехали в Лоевске. Место, где СОЖ впадает в Днепр, нельзя было заменить, правда? Нельзя, потому что я флотский человек, и люблю раку, и люблю рыбалку. Это страх. Ну, нужно сказать, что в Лоевском районе и тихая охота хороша, я имею в виду сбор грибов и ягод. Так точно, лезь же там, и все прекрасно. Самый первый в районе я научился ловить сома. Вот это да! Что же мы в визитке это не упомянули? Ну и в вашем активе сом какой величины есть? Был 42 килограмма. Это глаз вот такой, да? Если свяжут руки рыбаку, то он скажет, глаз вот такой, не поверите. Это мой самый больший экземпляр. Прекрасно, спасибо большое. Мариночка, ну а вы-то в Лоеве родились? Конечно, родилась в Лоеве. Еще даже в старой нашей больнице. Сейчас, как вы можете знать, уже у нас новая. Вот как раз-таки для меня поговорка, где родился, там и пригодился, это для меня. Это буквально родилась в больнице и пришла работать в больницу. Пришла работать в больницу обратно, да. Вот здесь все мои родственники, друзья, подруги, работа опять же. Поэтому это моя малая родина. Это, наверное, самый чистый, самый светлый, самый солнечный город в вашей жизни, город Лоев. Спасибо большое. А вот каким вы помните Лоев своего детства? Ну, детство, скажем, не так давно оно было. Ну да. Лоев, помню, очень светлый, теплый такой городок, маленький, конечно, люди очень добрые. Ну, в принципе, он такой сейчас и остался, только с каждым годом совершенствуется, становится лучше. Улицы шире? Да, да. Площади больше? Больше, конечно. Ну и людей чуть-чуть убавляется и прибавляется. А, людей все-таки убавляется, да? Молодежи меньше становится? Ну, молодежи, да, кто-то приезжает, кто-то уезжает. А вы почему остались? Вы ведь закончили медицинское училище, Гомельское, правильно? Почему вернулись в Лоев? Ну, опять же, потому что мне очень нравится этот город. Я такой человек, который привык к чему-то одному, к своему городу. Ну, опять же, все здесь мои родственники, друзья, подруги. Поэтому и вернулась сюда, где я еще нужна, как не здесь. Прекрасный ответ, Петр Петрович. Вот если бы вы музыкальными интонациями изображали свою малую родину, Лоевский район, так? Вот какие бы мелодии вы нам наиграли? А ну-ка, изобразите Лоевский район в музыке. Лоевский район в музыке. Хочется в пляс спуститься, но это, Елена, чуть-чуть позже, да? Чуть позже. Вы же специалист по белорусским бытовым танцам. И не может быть, чтобы вы нам не представили здесь, в этой студии, мастер-класс. Мы очень, во всяком случае, надеемся. Договорились? Кто будет танцевать? Мы с вами станцуем? Ну, не знаю, как со мной, с Мариной так точно. Ну, может быть, и я присоединюсь. Спасибо большое, Петр Петрович. А как же эта мелодия называется? Это называется «Песня». А, это «Песня». Песня. Так. Она связана с полькой, эта песня. Все, я поняла. Но вы вот определяете, что ее характер именно такой, какой имеет... Она называется «Катерина и муж Гуляка». Ну, хорошая, веселая, мелодичная. Нам понравилось. Спасибо. Елена, а вот нити каких цветов вы взяли бы для плетения истинно лоевского пояса? Вы же мастер по плетению поясов. Вы знаете, мои любимые цвета, цвета природы. Я всегда их использую, я очень люблю. Конечно, есть свои каноны у каждого пояса, но я люблю, чтобы это был цвет земли, оттенки коричневого, зеленые, цвет травы, листвы. Обязательно. Оттенки синего разные. Синего неба или... Или воды прекрасной. Или вода, да, или цветы, цветы разные. И обязательно желто-оранжевый цвет солнца. Спасибо. Ну, мне кажется, Петр Петрович так же ждал, когда вы скажете, синие оттенки, правда? Ведь человек, как вы сказали, флотский человек, да? Флотский человек, он всегда за это. Спасибо. Чем вы сегодня нас удивите? Пояс плести неудобно у нас, правда? Вертышки. У меня есть вот он. Вы все принесли, да, показать? Да, конечно, да, есть. Покажите, пожалуйста. Ну, вот это очень... это самый простейший предмет. Вот из карточки можно сделать. И вот очень удобно. Это, кстати, от рыбаков мне перешло. Очень помогает, да, челнок. Ну, вот на таких простых приспособлениях можно плести пояса, пожалуйста. Вот они всякие разные рисунки. Да, здесь очень красиво. Да, и на экране наш режиссер выводил фотографии. Но сегодня в студии плести на вертышках неудобно, поэтому... А вы, поскольку сидеть без дела абсолютно не можете, я подозреваю, да? Вы решили нам представить куклы-мотанки, так? Да. А почему мотанки? Потому что их мотали, их не шили, их именно сматывали, их скручивали. Про мотанки можно говорить больше часа. Я все не буду вам рассказывать. Если хотите, мастер-колосс отдельно сделаем. Но сегодня я любимую куколку решила сделать вам на память. Это кубышка-травница. Вы знаете, вот их очень любят. Вот я когда на выставке делаю, вот очень их, потому что в ней трава душистая. Да, она пахнет. Обязательно, да. Душица, мята, мелисса, все, что есть, вот, да. И поэтому вот такую кукляшку я ее... Конечно, заготовочки не даю. Успеете за передачей? Ну, конечно, конечно. Обязательно. Прекрасно, прекрасно. Но и в разговор мы вас будем включать активно, Елена. Хорошо. Елена Келочицкая свои любимые места в Луевском районе изображает на холстах. Я попрошу режиссера вывести на экран работы. И наша студия сегодня тоже представляет эти работы. Есть ли среди работ те, которые отображают самые популярные, самые знаковые места Луевского района и Луева, и ваши любимые? Самые знаковые места, если говорить... Вот сейчас на экране, да? Это как раз на экране аллеи героев. Если говорить о самых любимых местах, то это, конечно, наша река Днепр, живописный обрыв, слияние была первой картиной. Это слияние рек Днепра и Сажа. И здесь мы видим границу. И на другой стороне наша братняя, да, Украина. Люблю очень писать небо и воду, потому что это зеркало, небо. Это самые любимые в моих картинах места, и потому что это, опять же, моя малая родина. Вот, и самый любимый цвет – это синий и любые оттенки проявления синего цвета. На втором плане – это цветы, цветы лугов, именно полевые цветы. Это ромашка, это василек. И даже одежду я сегодня подобрала именно в цвет своего Луева. Прекрасно! Потому что я его очень люблю и считаю, что любить его невозможно, вот, потому что живописнее. Не любить его невозможно, да. Да, 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 спасибо. Да, потому что красивее города я не видела в своей жизни. Спасибо, Елена. Вот есть любимые места в Луевском районе у Светланы Лещенко, специалиста по интеллектуальным играм, тренера по что, где, когда. Да, кстати, Светлана, уроженка Луевщины, и она с нами на связи, если я не ошибаюсь. Добрый вечер, Светлана. Алло, добрый вечер. Светлана, вы нас слышите? Какие-то помехи. Алло, Светлана. Есть ли связи у нас? Уважаемый режиссер, подскажите. Светлана, специалист по занимательным вопросам. И мы очень надеемся, что она ответит на наши вопросы, задаст свой. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Слышите нас? Прекрасно. Да, конечно. Мы вас приветствуем. Я сказала, что ваша родина Луевский район. Я не ошиблась, Светлана? Абсолютно правильно. Я большую часть своей жизни я провела в Луеве. В самом Луеве выросла на берегу реки. И, конечно, люблю свою малую родину. Люблю свой Луев. Часто бываете? Не так часто, как хотелось бы сейчас. Много работы, много занятий. Но всегда с удовольствием приезжаю. Прохожу по любимым местам. Любую своим Луевым. Вы уже 10 лет в Гомеле, да? Живете приблизительно столько, да? Но вас, как человека интересующегося, как человека, изучающего историю родного края, какие факты, может быть, удивляют, какие факты поражают из истории Луевского района? Наверное, я... Что вы для себя открыли? Я очень... Меня очень интересует, и всегда с большим трепетом, с большим удовольствием я изучала военную историю, которая затронула Луевский район. Это и освобождение, битва за Днепр, и партизанское движение на территории Луевского района. Ну, в свое время писала научные работы, курсовые. И эта тема мне очень близка, я ее люблю. Я считаю, что все должны, ну, собственно, наши луевчане должны ее знать. Владеть этой информацией. Более того, этой информацией хорошо бы, чтобы было так, чтобы владели жители Гомельской области. Ведь это наши герои, наши люди, наша земля. Светлана, скажите, пожалуйста, какой же вопрос вы приготовили для телезрителей? Поскольку вы специалист по вопросам. На какую тематику? Подозреваю на военную. Да, 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 да. Итак, ваш вопрос. Итак, вопрос. Партизанский отряд за родину, Луевский отряд, был создан в числе первых в республике. 21 августа 1941 года. Это известная информация. В 1943 году он уже превратился в партизанскую бригаду, состоящую из четырех отрядов. Партизаны выполняли задания штаба партизанского движения, вели борьбу с захватчиками в разных местах, а базировались они в районе деревни Рудня-Бурецкая. Сейчас там расположен мемориальный комплекс «Партизанская стоянка». А теперь, внимание, вопрос. Какой стратегически важный партизанский объект располагался в районе деревни Белый колодец? Спасибо за вопрос. Уважаемые телезрители, это был вопрос эфира от Светланы Лещенко. Итак, какой стратегически важный для партизанов объект располагался в районе деревни Белый колодец? Я правильно повторила? Да, абсолютно правильно. Благодарю вас за информацию, благодарю вас за вопрос. Будьте с нами в эфире и следите за правильностью ответов телезрителей, уважаемая Светлана. Скажите, вы уже знаете ответ? А сейчас? Это вопрос для телезрителей. Дорогие друзья, действительно, самую большую группу историко-культурных ценностей Лоевщины составляют памятники истории сооружения, связанные с Великой Отечественной войной. Вот так сегодня выглядит центральная площадь Лоева и мемориальный комплекс. Ну, не прям сегодня, а летом, весной. Подтверждаете, да? Часто бываете в этих местах? Каждый день. Каждый день, говорит Петр Петрович, потому что он здесь недалеко работает на площади, да? Городской центр культуры. Так, но самое интересное, что мы нашли в архиве телерадио компании Гомель видеозапись, каким вот эти же самые места были 15 лет назад. И мы прямо сейчас можем отметить, что же изменилось. Ну, качество видео уже не такое, но что поменялось, пожалуйста, комментируйте. Стало просторнее, шире, перспектива из этого памятника, она расширилась. И благодаря этому город стал казаться больше. И, по-моему, даже стела по высоте была увеличена, да? Ее вырастили. На полтора метра выше, Петр Петрович говорит. И мне, насколько известно, еще было большое количество имен высечено на плитах мемориального комплекса. Вот так изменился Лоев, но я уверена, что и улицы стали шире, и дома краше, и люди стали, может быть, чаще улыбаться, да? Хотя лоевчане улыбались всегда. Ну что ж, дорогие друзья, мы ждем ваших телефонных звонков. 3-4-22-43 вопрос эфира вы услышали. Пожалуйста, звоните, готовьте свои ответы. Также вы можете высказываться в Вайбер. Пишите, где ваша малая родина. И если ваша малая родина в Лоевском районе, скажите, какие именно места вы больше всего любите. Но есть уже сообщение от Егора. Я сам из Лоева. Это лучший городок. Моя малая родина в Антоновке Гомельского района, пишет Светлана. И Ирина пишет коротко. Люблю Лоев. Вот такие сообщения на эту минуту. Пожалуйста, звоните, пишите. Есть, кстати, у нас телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады слышать вас. Вас зовут? Александр Владимирович. Александр Владимирович, это очень приятно. Александр Владимирович, вы гомельчанин? Нет, я из Лоевского района. Так, вы из Лоевского района. А откуда именно? Деревня Громыки у Борковского сельского совета. Так, Петр Петрович Кивайд бывал там вместе с автоклубом. Хорошо. Вы хотели бы ответить на вопрос? Так, точно. Так. Вычелк военный, судя по ответу. Так, точно. Александр Владимирович, я не ошибаюсь, да? Нет, нет. Александр Владимирович, итак, значит, возле деревня Рудня-Бурецкая Лоевского района базировался партизанский отряд «За Родину», один из первых партизанских отрядов в Беларуси. А какой же стратегически важный для этого партизанского отряда объект располагался в районе деревни Белый колодец? Ваш ответ? Партизанский аэродром для принятия самолета у Собольшой земли. Ну, абсолютно не введешь в заблуждение жителей Лоевского района. Никогда. Свою историю они знают на зубок. Алло, вы с нами? Да-да-да, я на связи. Скажите, пожалуйста, а вы где больше всего любите бывать в Лоевском районе? Вот ваше любимое место. Деревня Громыки у Ворковского сельского совета. Вам кажется, что это самая светлая деревня на всем Белом свете, правда? Да-да-да-да-да. А что в деревне Громыки можно посмотреть туристу, Александр Владимирович? И на данный момент нету ничего, так сказать. Так. Ну, наверное, красивые места вокруг. Церкви нет? Ну, места красивые, конечно, все красивое. Но дело в том, что деревня маленькая была, она, так сказать, ушла. Ну, понятно. Это, к сожалению, тенденция такая сохраняется во всей Беларуси, наверное, не только в Беларуси. Ну что, будем надеяться на то, что дни будут ясными, настроение будет хорошим, и природа будет прекрасной. Здоровья жителям деревни Громыки. Всего хорошего. Спасибо за звонок. Забыла сказать, что призом за правильный ответ – это вот этот этюд работы Елены Келочицкой. Я правильно сказала, да, Елена? На этюде, может быть, операторы возьмут эту работу, да, на этюде изображена Центральная площадь, Аллея Героев, знаковое место Лоева и Лоевского района. Ну что ж, подпишем эту работу, авторскую работу, и придется передать в деревню Громыки. Петр Петрович, обещайте, бываете там? Я там бываю, но там нет ни одной хаты. А, так значит, человек… Это он просто там жил? Да, жил, я поняла. Так, ну, наверняка наш телезритель оставил номер телефона, поэтому свяжемся и все сделаем. Так это та деревня, которая ушла? Да, и нету вообще ни одной хаты там. Так, а это какое направление Лоевского района? Направление, как ехать в сторону Лепникова. Так, какие там еще деревни близко? Там Лепники, потом какие там… Вот через Козероги мы едем туда, Михалевка там. Так, вы по этому маршруту ездите, да, играете, поете? Я езжу, по всем району я езжу. Прекрасно. Сколько маршрутов у вас, Петр Петрович? Сколько деревен, столько маршрутов. Вот так. А я думала, вы скажете, пять, Елена. Нет. Оказывается, значительно больше. Больше, да. Сколько деревен, столько у нас и маршрутов. Прекрасно. Сколько ферм, столько у нас маршрутов. Вот как. Так вы на каждой ферме играли, в каждой деревеньке. Вот 12 числа мы поедем выступать, поздравлять доярок. Куда поедете? Поедем в деревню Майский и деревню Силки. Так, деревня Майский, деревня Силки, ждите. Петр Петрович сегодня в студии отрепетирует. 12 числа мы приедем. Спасибо большое. Дорогие друзья, малая родина – это тема, очень богата на воспоминания и эмоции к ней. Мы не раз будем возвращаться. Возвращаться каждую среду. Так что добрый вечер, Гомель. По средам рассказывает о малой родине. Сегодня мы говорим о Лоевском районе. Сегодня у нас гости из самого Лоева и из деревни Перетелка. Елена Ивахненко, Елена Келочицкая, Петр Плющай и Марина Шубинок у нас в гостях. Ну вот название деревень и городов для жителей той местности, наверное, не тайно и не секрет. Но вот я знаю такую версию, что название Лоев произошло от слова Лоева, Ладья, Лайба. Именно так назывались лодки на несколько гребцов. Эти лодки стояли в месте слияния рек Днепра и Сожа. И вот название Лоева и пошел Лоев. Но наверняка есть и другие легенды, да, Марин? Да, есть, конечно же. Была у нас в Лоеве, Лоева гора называли. Но она и есть сейчас, наверное, так? Да, сейчас есть. Там находится центр культуры у нас на данный момент. На самой горе на этой, да? Да, сейчас. Вот. Раньше там жил мужчина, которого звали Лой. Собственно, в честь него и назвали город Лоев. Это такая версия. Наверняка еще какие-то легенды есть. Перевозили. Когда-то жир назывался Лоев. И река была одним из главных транспортных перевозок. Вот. И звали, кричали жители, Лой, Лой, везем. И вот такая вот еще версия названия нашего. Ну, в Гомеле кричали Го-Го-Го, Мель-Мель-Мель одна из версий. А у вас кричали Лой, Лой, кому Лой, пожалуйста. Да, пожалуйста. Так, очень хорошо. Синяков Григорий Иванович, это первый командир, который организовал партизанский отряд на территории Лой. За Родину. Это партизанский отряд за Родину, да. Также школа названа в честь Героя Советского Союза. Это Козлов Алексей Васильевич. Ваша школа, в которой вы учились. Да, да. Та же школа. Ну, и много различных улиц. Это Батова, Пинчука. Какие еще, помните, Лена? Ну, много улиц. Ну, достаточно, да. Дело в том, что мы отыскали в наших архивах, архивах телерадиокомпании Гомель, видеокадры. Лоев, год 1978. Считайте, сколько лет прошло? 40. Год его рождения. 40 почти, да? Да, 40. Кадры встречи ветеранов, которые приехали в Лоев из разных городов Советского Союза. Посетили место былых битв через 35 лет после Великой Отечественной войны. Это, кстати, Лоев через 35 лет после Великой Отечественной войны. Вот, посмотрите, может быть, знакомые лица увидите, да, знаете. Наших ветеранов. Известны вам эти кадры или нет? Никогда не доводилось видеть. Дело в том, что это сюжеты, видеосюжеты, которые шли в новостях, гомельских новостях, в 1978 году. В 1978 году. Римма Геннадьевна, так вы видели этот сюжет, да? Да, я видела этот сюжет, и я могу сказать, вот, по крайней мере, двоих точно могу назвать. Пожалуйста. Среди ветеранов был герой Советского Союза Двичков Алексей Федорович. Он среди первых переправился. И председатель Совета ветеранов нашего Лоевского районного совета Иван Сергеевич Германенко. Он, к сожалению, ушел в прошлом году. Римма Геннадьевна, очень ценная информация. Скажите, насколько велик интерес к лоевским событиям военной поры у жителей самого Лоева, Лоевского района и у туристов? Ну, Лоев, это не только военная история. Хотела бы сказать, что это и археология, это и прекрасное природное наследие. Но война, это особое место. И в годы и Великой Отечественной войны, но следует отметить и Гражданской войны. Ну, вот Лоев, вы знаете, один из посетителей меня спросил, маленький ребенок, ну, где-то учащийся, а почему Лоев не город-герой, когда узнал, что за форсирование Днепра на территории Лоскал района, у нас 360 героев Советского Союза, и семена нанесены на аллее. Кстати, Двичков Алексей Федорович тоже там значится это имя. Ну, а вообще, вот все, когда узнают, начинают, мы начинаем говорить о том, что музей занимается вопросами вековечения, все, конечно же, перво начинают искать и спрашивать про своих родственников. И это одно из главных направлений работы. Римма Геннадьевна, и это, наверное, не только жители Лоевского района, это, наверное, из бывшего Советского Союза в принципе вам пишут, да? И интересуются, запросы присылают. Да, я вам скажу больше, вот в прошлом году сотрудникам музея было установлено 148 имен погибших. Нанесено на плиты мемориальные почти полторы тысячи. За прошлый год полторы тысячи? Полторы, да, потому что поисковая работа вот за пять последних лет музей установил больше двух тысяч имен. Спасибо. Римма Геннадьевна, еще один вопрос, это лично мой. Скажите, Дичков Алексей Федорович, да? Да. Я правильно назвала? Он почетный герой, почетный житель, да? Нет, он не почетный гражданин Лоевского района, но имя его золотыми буквами нанесено на Алии Героев. Еще хотелось бы буквально две минуточки, если можно. Наша стела выросла на 6,5 метров, она сегодня высота 24,5 метра. 24,5 метра. А на плитах мемориальных у нас имя Героя Советского Союза Маслова Алексея Васильевича намесено. Если раньше на мемориальных плитах было семь героев, теперь их восемь, это тоже результат поисковой работы. Рим Геннадьевна, спасибо вам за ту работу, которую проделали сотрудники музея, краеведы, историки. Благодарим вас за ту информацию, которую вы нам сегодняшним вечером предоставили. Всего вам самого наилучшего. До свидания. Продолжаем нашу программу. И мне хотелось бы, скажем так, раскрасить эту программу музыкой и танцами. Елена Леонидовна, на вас смотрю. И, коль я представила вас как хореографа, как человека, который знает о белорусских бытовых танцах все и даже больше, скажите мне, пожалуйста, да, скажите мне, пожалуйста, вопрос для наших зрителей приготовили? Ну, вопрос простой. Очень простой вопрос. Давайте. Почему эти танцы так называются? Народные бытовые. Они не белорусские народные. Народный бытовой танец. Почему такое название? Постою. Почему? Народный танец называется бытовым. Ваши версии, уважаемые телезрители, 34, 22, 43, вайбер ответы не принимаем. И самое интересное, какой же приз будет за правильный ответ? Во-первых, еще один этюд Елены Келочицкой. Это раз. А во-вторых, пригласительный билет на две персоны. На благотворительный модный показ «Кит Фэшн Зон», который пройдет в Минске в эту субботу, он достанется тому, кто правильно ответит на вопрос Елены Ивахненко. Почему народные танцы называются бытовыми? Елена, вот какие народные бытовые танцы были популярны в переделке? Или вы занимаетесь, в принципе, всеми бытовыми танцами? Ну, вообще, когда мы готовили программу, вначале мы изучали танцы, которые бытуют в нашей местности. Это положено так. Потом в регионе, конечно, и в переделке я знаю, какие танцы, и в Луеве знаю, какие танцы, потому что у меня прекрасный был методист по фольклору, Березнева Валентина Владимировна, мы с ней начинали танцевать танцы. Поэтому я точно знаю, что «Базар» был танец. Так, это названия такие. Да, танец «Базар», «Нареченька», «Карапет» или «Лысый», я не знаю, как назывался он в Луеве, но «Карапет», «Лысый» — это один танец. Я «Карапет» слышала, «Лысый» — нет. «Карапет», да, «Карапет», «Вальсы», «Польки» разные танцевали везде, точно так же у нас. А «Вальсы», «Польки» — это тоже бытовые танцы? Народные, в быту обязательно, вальсы разные были. У нас в «Передилке» был двойной вальс какой-то, вот двойной он назывался, как-то там два шага было. И меня когда-то в детстве учили, я совсем маленькая была, но вот не запомнила и, к сожалению, не сохранила, это очень жаль. Поэтому «Польки» разные бывают, вальсы разные бывают, это народный бытовой танец. Лена Леонидовна, что мы всё говорим, да говорим. Да мы уже хотим попробовать, попробовать. Вы мне предлагаете, а я Марине предложу. Марин, как вы? Мы вам даже кавалера найдём. Да? Да. Можно попробовать. Можно попробовать. Ой, молодец, Мариночка. У нас есть в зрителях прекрасный молодой человек. Проходите, Владимир. Марин, выходите в центр студии. Так, Лен, давайте мастер-класс, а мы будем запоминать. Танцевали чего-нибудь когда-нибудь? Нет? Хорошо. Самый простой шаг. Все народные танцы, почти все танцуют. Есть. Тройной притоп. Раз, два, три. Раз, два, три. Попробуйте. Раз, два, три. Раз, два, три. Это самое сложное вот в этом танце. Самый простой вам дам. Это казачий танец. У нас в Мохове была казачья застава. Поэтому казачьи танцы и базар, и наречника у нас очень хорошо сохранились в нашем районе. Значит, вот этот танец мы с вами разучим. С левой ноги поддержка вот такая. Вот, вот, смотрите. Вот так встань. Вот так. Вот так. Да. Вот. Значит, идём с левой ноги. Схема такая. Два притопа, два шага, притоп. Вперёд. Это репетиция? Раз, два, три. И раз, два, три. Шаг, шаг. Назад идём с правой ноги точно так же. Раз, два, три. Раз, два, три. Шаг, шаг. Притоп. Переглядка, переглядка. Поворот. Не бойтесь, всё получится. Давайте попробуем под музыку. Давайте. Слева. Не бойтесь. Пошли. И бороться. Назад. Назад. Переглядки. Давай, давай, давай. Назад. Назад. Переглядки. Ну что, ребята, Владимир и Марина. Я скажу, ещё три минуты репетиции в прямом эфире, и вам можно на сцену. Владимир, от души спасибо. Проходите, пожалуйста. Пожалуйста, Мариночка, как вы себя ощущали в бытовом танце? Необычно, необычно. Это была первая проба такая? Ну, такая импровизация, да. К Елене Леонидовне на мастер-класс, пожалуйста, и не только в прямом эфире. Вы, кстати, сейчас работаете с подрастающим поколением или с людьми старшего возраста? Я работала, да, со взрослыми, с пенсионерами. Коллектив Лоеви есть у меня очень хороший. Они такие энтузиасты, они с таким удовольствием танцуют эти танцы. Это тот коллектив, который называется «Живо»? Нет, «Живо» — это культработники, это профессионалы. А последний коллектив у меня, вот «Наследники Лоя», очень созвучно, очень созвучно на нашей передаче. Там возрастные люди такие вот. Но у них особый интерес к этим танцам, ведь правда? Да, совсем по-другому, да. Совсем другое дело. Ну, вы знаете, я смотрела, как танцевал Владимир и Марина, и мне очень понравилось. Вы знаете, что я хочу сказать про эти танцы? Эти танцы для всех. От самых малявочек и пока человек может двигаться. Почему? Хорошо, там не надо никакой особой подготовки, только желание, всё. А удовольствие получать себе, поверьте мне. Абсолютно точно. Лена Леонидовна, давайте попробуем получить удовольствие от ответа. Телезритель у нас на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Как же вас зовут, милая девушка? Дарья. Дарья. Очень приятно вас слышать. Дашенька, Елена Леонидовна задавала такой вопрос. Почему народные танцы называются бытовыми? Ну, я попробую, конечно, ответить, но я не уверен, что это правильный ответ. Даш, давайте, смелее. Мне кажется, танцы, которые получили большую известность. А, танцы, которые получили большую известность, называются бытовыми. Ваша версия такая? Да. Что скажете, Елена Леонидовна? Ну, нет, всё-таки немного не так. Всё-таки не так? Ну, у меня ещё одна есть версия, но... Что-что? Подскажите, у меня ещё одна есть версия. Я не услышала, что Даша говорит. Какая версия? Какая ещё? Ещё версия есть. А, ещё версия одна? Ну, давайте вторую. Ну, те, которые танцы, которые танцевали, может, на праздник, которые домашние были. Домашние? Ну, вот это ближе, да, если ребёнок так понимает, домашние. Домашние – это значит, можно было собраться, Даша, наверное, в любом доме, правда? В хате, правда? И дома танцевать, не на сцене. Так вы, это вы имеете в виду? Да. Лена Леонидовна, оценивайте. Ну, ребёнок в правильном направлении думает. Так, принимаем ответ или ещё дадим время подумать? Ну, давайте несколько версий, да? Давайте несколько версий. Даш, мы вашу версию запомнили. Ваш номер запишет редактор на телефоне. И в финале программы, Лена Леонидовна, не забудьте подвести итог. Хорошо? Договорились. Даша, вы можете и третью версию предложить, если ещё раз нам позвоните. Кстати, вот мы про название Лоев поговорили, а деревня Переделка, от того, что её переделывали, переустраивали? Ну, вообще, можно сказать так, да. От названия даже судьба может зависеть какого-то поселения. Ну, вообще, переделывали, да. Насколько мне известно, тоже несколько версий есть, конечно, но вот, насколько мне известно, что крестьян пересилили на более удобные, менее плодородные земли, помещики. И вот передел был именно земель, вот этих вот. И даже какое-то время было название Переделова. Переделова. А потом Переделка стали называть. И так и переделывают до сих пор. Улучшают. Надеемся, улучшают. Ну, я не спорю. Мне кажется, что вот в эту деревню, деревню Переделка, она, кстати, где-то недалеко от Лоево, да? Совсем рядом. Часто бываете, Пётр Петрович? Обязательно. Обязательно, так? И аккомпанируете, правда? Довольно часто приезжают туристы. Я знаю, мне кажется, что вы наверняка знаете секрет, как привлечь ещё больше туристов именно в вашу местность. Вы знаете, я как патриот деревни Переделки. Конечно, я её очень люблю. Ну, хочу сказать, что, ну, заинтересовать, ну, во-первых, у нас поместье, это Графское, знаменитое, Сутковское, наша школа любимая. Мы чуть позже покажем её обязательно. Поэтому, естественно, все, кто к ней приезжает, я не могу говорить обо всех туристов. Ну, вот, например, приезжают к нам гости, родственники, обязательно все ходят туда просто посмотреть, потому что в хорошем состоянии, ну, относительно. И фотографироваться, фото зона шикарная, конечно. Вот, поэтому, а увлечь, вот, вы знаете, то же самое, мои друзья своих родственников и знакомых приводят ко мне. Мы фотосессии делаем в народных костюмах. А также я могу предложить мастер-классы, пожалуйста. Мастер-классы. Какие угодно. Хотите плетение поясов на вертышках, хотите куклы-мотанки, а хотите научиться танцевать. Владимир сидит, улыбается до сих пор. А вы знаете, активный отдых, да, людям это нравится, особенно если танцевать в костюмах и снять, вы сами знаете, сейчас все приезжают с аппаратурой, хорошие и видео, и фотографии. Ну, считайте, что это было приглашение именно в переделку. Дорогие друзья, я приглашаю вас набрать номер телефона 342243, позвонить и дать еще одну, а может быть, 2, 3, 5 версий ответов на вопрос, тот вопрос, который Елена задала. Я попытаюсь повторить, почему народные танцы называются бытовыми. Вот Даша из Будокшлевского района нам уже 2 версии предложила, Елена Леонидовна выбирает лучшую, поэтому звоните 342243. Ровно через 1 минуту увидимся. Добрый вечер, Гомель, добрый вечер, Гомельская область. Сегодня мы говорим о малой родине Луевском районе, наш телефон 342243. Мы призываем вас набрать этот номер, рассказать о том, где ваша малая родина, ну и, конечно же, ответить на вопрос сегодняшнего эфира, который предложила Елена Ивахненко. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер еще раз, Александр Владимирович. Ох, Александр Владимирович, вы хотите все призы в нашей программе. Да, постараюсь, если я правильно, так сказать, отвечу на этот вопрос. Очень приятно слышать вас. Ну что ж, давайте. Ну, эти все танцы, так сказать, танцевали на свадьбах, на крысинах, на родинах, ну вообще, так сказать, на праздниках, на 9 мая, на 1 мая, так сказать, на маевках. Вот с этого и сказали, что бытовые, жизненные. Так, жизненные, бытовые, так, вот такая версия, хорошо. Александр Владимирович, вы скажите, а вы умеете танцевать какой-нибудь бытовой танец? Ну, постарался бы что-нибудь танцевать, конечно. Ну, если бы Петр Петрович подыграл, правда, то как лучше. Ну, конечно, землякам всегда должны подыграть. Ну, безусловно. Ну что ж, такая версия принимается? Да, конечно. Считаем ее победительницей, эту версию? Ну, это такая развернутая, прям вы посмотрите. Все праздники перечислили, Александр Владимирович? Да, да, да. Нет, ну, может быть, еще будут ответы. А, то есть мы еще не подводим. Ну, мы договорились в конце передачи. Мы не подводим итог, Александр Владимирович, вы дождитесь финала программы обязательно, вдруг действительно это вторая ваша победа в программе будет. Спасибо вам большое за звонок. Лена, вам вопросов несколько хочу задать. Скажите, пожалуйста, вот помните ли вы тот момент, когда вы поняли, что вы и педагог, и человек искусства одновременно? Да, это было на втором курсе, когда преподаватель мой, Александр Михайлович Лапицкий... А преподаватель в каком учебном заведении? В Лоевском государственном, тогда педагогическом училище еще. Так. Да, вот. Он нашел во мне вот ту искринку, уговорил меня пойти на специализацию творческая деятельность. Она только открывалась, мы были первенцами этой специализации. И вы на тот момент еще вот... Я рисовала в школе, но это было больше творчество декоративно-прикладного искусства, росписи на дощечках, что-то вот выполняла, какие-то небольшие поделки для подарков своим родным и близким. А именно он увидел во мне, и когда-то, как-то один раз подошел и говорит, Елена, есть у вас нечто коровенское? Мне так стало обидно, я подумала, что, наверное, полное. И только спустя лет семь, когда я поступила в Витебский государственный педагогический университет, и узнала, что есть такой художник, коровный, знаменитый русский художник, я поняла, что это был комплимент. И, наверное, вот в эту минуту я поняла, что я могу быть художником, вы знаете, вот так вот. А полюбила в 16 лет, поняла, что это мое. Скажите, может, у вас в семье есть люди, которые обладали таким даром? Это две мои тети, в честь которой я названа Елена, тоже тетя у меня была, которая любила творчество, рисовала, вышивала. Вторая тетя Вера, она у меня модельер, я закройщица, но моделирует, шьет, тоже вяжет. Это мой отец, он изготавливает ножи, которые по воску я расписываю, а он потом током пробивает, они становятся эксклюзивными, интересными, он тоже их дарит. Мой брат, который ближе к 30 годам инженер, компьютерщик, стал вырезать резьбой по дереву заниматься. Ну и вот смотря на своего младшего сына, вот он больше всех, наверное, проявляет, смотрит за тем, что я делаю, выполняю, и немножко вот все просит. Мама, я не хочу на листе, я хочу, как ты, вот на полотне рисовать. То есть и у него какие-то... И мне дай такое, да, я говорю. И у него задатки. Да, то есть есть... Лен, ну вы сказали младшего сына, значит, есть еще и старший. Да, я мать троих сыновей, Владимир, Николай и Алексей. Не тот ли Владимир, который прекрасно с Мариной здесь... Конечно же, мой помощник, да, это мой старший сын. Спасибо вам большое за прекрасный рассказ. Есть у нас телефонный звонок, давайте слушать. Елена Леонидовна, внимание, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Мельник, Марина. Марина, Марина Мельник. Вы откуда, Марина? Марина Мельник, Гомельский район. Ага, так, вы из Гомельского района, а деревня, агрогородок? Березки. Так, из березок, очень приятно. Есть ли у вас ответ на вопрос Елены Ивахненко? Почему народные танцы назывались бытовыми? Значит, бытовыми они называются потому, что их исполняли обычно на бытовые праздники. Какие? Именины, родины, свадьбы, вот, крестины. Вот такие вот, такая версия. Так, что делать будем, Елена Ленина? Спасибо вам, спасибо за ответ. Ну, раз повторение идет, значит, первый все-таки. Первый? Да, конечно. А у нас же есть возможность, наверное, и два приза. Ну, совсем полностью у нас второго пригласительного билета на кит-фэшн-зон в Минск нет, вот, но у нас есть этюд от Елены Келочицкой, вот, и мы можем, например, какой-то подарок подарить... Ну, от меня сувениры будут. Александру Владимировичу, и от вас сувениры еще, по сувениру. Ну, что ж, присуждаем победу Александру Владимировичу, ему пригласительный билет на двоих в Минск, и, если я не ошибаюсь, Марина, да, Марина из Гомельского района, из Березок. Так, Марина, ваш приз, этюд Елены Келочицкой и еще сувенир, прекрасный сувенир от Елены Ивахненко. Да. Да, спасибо вам большое за ваши звонки, у нас совсем немного времени остается. Хочу Петру Петровичу несколько вопросов. Итак, сколько деревень в Лоевском районе, столько у вас маршрутов. Сколько, как вы сказали, ферм, столько у вас маршрутов. Вы один с автоклубом колесите? Мы с автоклубом, у меня директор автоклуба, Тимошенко Наталья. И директор сам ездит в поездки? Да, она со мной ездит, она прекрасно поет песни. А вон оно что. И мы еще берем у себя в подмогу Хохлова Татьяна Михайловна. Это вообще такой человек, что она поет голос, ну, крепкий голос, она всегда не отказывает и всегда нам помогает. И из крупеек есть такой парень, Козуля Владимир, вот, Петрович. И он никогда тоже не отказывает, он хорошо поет и всегда нам помогает. Мы вот приписаны к библиовусу, который возит по деревне книги. Книги, для прочтения, так. Вот подъезжаем мы к хате, там, хат 3, подходят люди, берут книги, и мы поем им песни. Какие самые востребованные песни? Они радуются. Какие хотят, такие поют. То есть у вас можно на заказ? Да. А какие чаще всего и лучше всего принимаются? Ну, как сказать? Ну, всякие. Ну, вот, по названию. Ну, вот, хорошо, вы сказали, что 12-го числа вы едете поздравлять. Да, поздравлять. Вот какой песней будете поздравлять? Или какой мелодией? Ну, примерно. Такой, чтобы вся деревня сбежалась. Давайте. Субтитры подогнал «Симон» Я что-то такое флотское почувствовала вот в этой мелодии. Мне кажется, что-то речное морское. Прощайте, амурские волны. Нет, нет, нет. Не так рассказывайте, что это. Про любовь. Это «Голубая нож» песня называется. Да, вот так. А я же ты себе нафантазировала. Думаю, Петр Петрович вспоминает свою бытность моряком и изобразил нам. А почему нет? Тому, чтобы не посмотреть, как же выглядит Сутковская школа. Она в Переделке, правильно? Елена, только поясните, пожалуйста, ситуацию. Почему деревня Переделка? Вот так она выглядела, кстати, усадьба Барановской раньше, да? Барановской, правильно я говорю? Да, ну последняя владелица была Барановская. Барановская, так. А до этого были другие. Это 15 лет назад тоже съемка. Вот такая была усадьба. Сейчас мы увидим абсолютно современное здание. Красивое вот это уже оно, да? Здесь школа. Объясните, почему деревня Переделка, а школа Суткова? Ну, дело в том, что там рядом две практически они сросшиеся, деревни две. Вот. И почему Сутковская она школа? Потому что вот владельцы, они владели Сутковым. Вот как раз-то их были земли, там их парк, там их сад. Вот. А Переделка вот рядом. До войны здесь размещались коммунары, в войну здесь был госпиталь. Госпиталь, да. А школа, как вы сказали, вы эту школу заканчивали? Я в 10-м классе только, я только в 10-м классе училась в этой школе. Ну, так получилось до 9-го класса. Ну, никак. Там музыкальная школа была. И сегодня по этим коридорам ходят школьники деревни Переделка. Да, конечно, конечно. Они так и учатся, да. Да. Ну что ж, завершается наша программа. У нас тут немного совершенно времени остается. Скажите, пожалуйста, вот когда лучше посетить Лоевщину жителям Гомельской области? Может быть, какие-то мероприятия запланированы, может, какие-то фестивали. А может быть, вы скажете, что Лоевщину можно наведать в любой день года. Абсолютно всегда вы встретите и всегда примете. Когда лучше? Когда красивее всего? Даже летом. Да, летом. Да, летом привлекает больше, потому что можно все в округе места, у нас ведь не только река, у нас еще есть озера. Вот любимое, Витатское очень красивое озеро. Вот где можно и на пляже позагорать, то есть получить дополнительно, кроме того, что узнать историю, увидеть город. То есть можно еще отдохнуть, потому что курортной зоной можно Лоев так же считать. У нас везде покупают и в Передилке, и в Лоеве, и в других деревнях с города покупают себе дачи. И ездят сюда отдыхать на отдых, чтобы увидеть и соприкоснуться с этой красотой. Глаз радовать и отдыхать душой. Ведь правда? Да, этому лето. Ну что ж, еще несколько слов в качестве пожелания нашим телезрителям. Пожалуйста, кто хочет? Ну, пожелание, любите свою родину, цените людей, которые рядом с вами, цените каждую минуту, проходя по улице, смотрите на нее, соприкоснуйтесь с тем, что у вас есть уже. Научитесь смотреть. Я своим студентам говорю, учащимся, не говорите, что вы не умеете рисовать, вы не умеете видеть. И полюбите то, что видите. Спасибо большое за прекрасное пожелание. Вам, уважаемые телезрители, я хочу еще раз представить этих прекрасных людей. Елена Ивахненко, хореограф, мастер по изготовлению куклы-мотанки и плетению поясов на вертышках. Елена, благодарю вас за участие в программе. Елена Келочицкая, преподаватель изобразительной деятельности Лоевского государственного педагогического колледжа. Огромная благодарность вам. Петр Плющай, гармонист автоклуба при Лоевском центре культуры. И прекрасная Марина Шубинок, молодой специалист, медсестра Лоевской центральной районной больницы. Друзья, успехов вам, счастья, радости. Радуйте своих близких, радуйте Лоевский район. Приезжайте к нам в студию, рассказывайте о своей малой родине. Вы сделали это замечательно. Дорогие друзья, на этом программа «Добрый вечер. Гомель» завершается. Всего вам доброго, до встречи. Говорю я и вся наша творческая группа. Встречаемся в следующую среду по теме «Малая родина». Субтитры создавал DimaTorzok